В синем углу ринга, боец из Кыргызстана, ему 24 года, вес 77 килограмм 400 грамм, рост 178 сантиметров, в пяти боях одержал 5 побед, чемпион Кыргызстана по валетудо, чемпион Евразии по панкратиону, из Бишкека, смерч, Рамазан, Ника Рамазана! В синем углу ринга, боец из Крыма, город Симферополь, представляющий бойцовский клуб Торнадо, 27 лет, вес 77 килограмм, рост 171 сантиметр, в пятнадцати боях одержал 11 побед, чемпион Кубка Украины по вольной борьбе, обладатель Кубка Украины по смешанным единоборствам, Гран-при Украина, Александр Войтенко! Посмотрим, то есть через американскую базу они туда приехали, или каким образом? Не могу, ничего по этому поводу ответить, давайте посмотрим на обоих спортсменов, что они покажут в предстоящем поединке. Ну, по количеству проведенных поединков, опыт, конечно, на стороне Александра Войтенко. Плюс я Нико Рамазану, по-своему сказать, я просто не видел даже игры. Я тоже никогда не видел этого спортсмена, тоже ничего не могу сказать по поводу. Тяжелый, мощный. У Александра достижения, ну, Кубок Украины по вольной борьбе хорошо, по смешанным единоборствам еще лучше. Ну, естественно, не надо соваться под колотушку, потому что панкратион все-таки есть. У Рамазана Нико Рамазана, я, честно говоря, не знаю, что там кто-то на Евразию ездит, вообще такое тоже очень странное достижение. Я еще не разобрал. Нет, я в нем не сомневаюсь ни в коем образе, но что-то не могу припомнить. Никаких ярких таких турниров. Ну, панкратион не панкратион, а ребята тяжелые, и любой удар может привести к окончанию боя. Ну, а тем более здесь 77, а даже на вид у Рамазана Нико Рамазанова здесь такие хорошие 77. Ближе куда-то к 84. Прихватил. Держим руку, держим голову. Войтенко проводит проход, пытается обойти ноги. Рамазан подворачивается. Обошел ноги. Да, но Александру все равно удается сейчас. А какой ногой он отчего сейчас закрывался? Я Рамазан имею в виду, это очень странно сейчас. Закрывается дальней ногой. Вот, ну, естественно, запустил в ноут. Попытка сразу сбросить не получилась, поджимается сейчас. Киргизский боец. Одна нога заправлена, заправить вторую может быть печально. Вставать будет пытаться. Заправил вторую, нет. Попускать. Ну, кстати, неустойчивая пока позиция. Пока неустойчивая, но есть возможность сейчас еще подработать. Советуют, расти не расти нет. Понятно, что... Нужно попытаться выбить руку для того, чтобы уронить его. И уже там полноценно закрепиться ногами и напасть на шею. И доедать. Ну, если будет пытаться встать сейчас Рамазан, есть шанс, кстати, и задушить просто ногу в позиции. Вот ноги, ноги, ноги. Александру нужно улучшиться именно в позиции ногами. Видите, не получается у него это. И... Хорошо. В стройку возвращаются оба спортсмена. Рамазан здесь потерпел. В принципе, все получилось. Получилось не дать себя уронить. Шага и пошел. Отлично. Красота. Вот здесь шея прихвачена. Шея прихвачена и довольно плотный. Причем вместе с рукой. Да. Может задушить. Может растянуть. Эх. Не вовремя стал перехватываться, на мой взгляд. Ну, а что? Хватит здоровья. Первый раунд. Сил полно. Одной рукой только сейчас держат, насколько я понимаю. Но есть возможность. Есть возможность. Согласно ногами. Тянуть, тянуть, тянуть. Смотрим. Не видно отсюда, насколько плотно взят замк. Я вторую руку не вижу, да. Позиция, в общем-то, для Александра неприятная. Не давай его захватывать. Не давай подлезать. Ну, все, все, все. До бесконечности, если нет замка, нельзя держать, конечно. Но Александр уж очень бодро отдает шоу. Так, причем второй раз уже до неприятного могло дойти. И здесь ноги на плечо. Здесь надо беречься рычажка. Грамотно поднял. Уронил. Сам не пошел за ним. И после этого атаковал уже ударами. Повторная попытка. Захода, да. Захода в маунт. Не удается. Ну, кстати, и пока не Кармазанов работает довольно, ну, без паники по меньшей мере. Попытка опять зайти, забрать спину. Но для этого надо вытащить ногу теперь. Оттянуть ее. И дальше работай. Спокойно. Без вариантов и без пауз каких-то. Пошел, 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 пошел. Прихватил ногу. Еще немножко дальше. Тут выпустишь. Никуда от не денешься. Вот здесь сразу вспоминается локтями не работаем. А прямо выпрашивается этот удар сейчас. В подреберье туда правым локнем со всей души. Душа широкая. Пропихнул один раз. И, в принципе, нормально. Защищается, представитель Киргизии, конечно, здесь изо всех сил. Единственное, Александр, вроде бы, не надо мудрить. А здесь забрал. Забрал, 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 забрал. Забрал, что там заберет. Задушит, задушит, задушит. Хорош. Хорош. Прибирал, 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 прибирал. Уже поверил практически Некрамазанову, что ничего не будет. И в этот момент пропустил его за спину целиком. Хорош. Здесь обманул. Обманул, причем очень хорошо обманул. Вот насколько был уверен в качестве собственной борьбы. Просто потрясающе. На самом деле, один из тревожных эпизодов сейчас уже был. Когда Александр отдал шею. То, что там неприятно, глубоко рука стояла. Перехватиться вроде бы успел киргизский спортсмен. Но, несмотря на это, терпел, терпел. И потом это свободно еще и доставил. Симферополь, Симферополь, Симферополь. Бойцовский клуб Таранада. Конечно, ребята, вас с победой, у меня всякого сомнения. Браво, друзья. Прежде чем объявить победителя, позвольте пригласить в ринг людей, которые проведут награждение. Президент Международной Лиги смешанных единоборств Grand Mix Fight. Президент Федерации боевого самбо Автономной Республики Крым Владимир Цой. А также руководителя спецпроектов «Аргументы недели Крым» Наталью Салову. Ну, сейчас, естественно, награждение. Вы, конечно же, промоутера турнира «Прайм Краймия», генерального директора «Техкреп Файринг Чемпионшип» Алексея Яценко. Взяли, видимо, организаторы здесь небольшую паузу на награждение. Ну, понятно, что представитель Крыма, российского Крыма, представителя Симферополя здесь сейчас еще выиграл, причем без вариантов. Дамы и господа, на четвертой минуте, 32 секунде, победу в этом поединке одержал боец из Симферополя Александр Войтенко! Убедительно, ярко и... Бойцовский клуб «Торнадо»! Остается оппоненту только сожалеть. Причем, вы знаете, тяжелый, очень тяжелый у меня получился соперник. Мне кажется, там все-таки не 77. Там хороший такой перевес.